Практическая психология Да, а потом почему-то так сильно захотелось заняться режиссёрой, режиссурой, да? Наверное, это параллельно шло. Хотелось где-то внутри, но как-то скрывалось, скорее всего, от самой себя. И потом настало время. А потом вдруг раз, и почему-то настало. Почему-то вот захотелось и реализовалось очень быстро. Очень быстро, да. Хорошо. Хорошо. Как же творчество вообще вошло в вашу жизнь? И как, на себе испытав, вы поняли, что можете помогать другим людям через творчество раскрывать себя, искать себя, заставлять себя? Может, не заставлять даже, да, а проявлять себя в этом мире? Угу. Ну, творчество же разное. Творчество есть изобразительное ещё какое-то. И вот эти поиски, скорее всего, я пробовала рисовать, как-то у меня не получается, видимо, я не художник. Я пробовала делать всякие подделки, мастерить. Вот, в принципе, у меня с самого детства осталось это желание мастерить, чего-то я делаю, мастерю. Угу. А основное, конечно, это театр, потому что почему-то вдруг театр для меня был всегда такой самый-самый главный тайный мир, о котором хотелось разгадывать. Угу. Я смотрела постановки не с точки зрения «нравится, не нравится», а как раз пробовала уже переносить на собственную жизнь, какие-то анализы проводить. Я не знаю, вот, видимо, всё равно есть какое-то у каждого человека направление, к которому тянет. Угу. Вот меня тянуло туда, прямо в театр, в театр. В каком примерно возрасте вы для себя определили свою собственную миссию? Ух. Сложный вопрос, потому что при определении миссии человек всегда сомневается. Угу. И когда мы… В принципе, миссия, это видно, ведь она с детства. И когда мы говорим кому-то, что вот у ребёнка миссия, скорее всего, вот такая, родители сомневаются, ребёнок вообще в это не верит, потому что нужны какие-то примеры, откуда отталкиваться. А если мы уникальны, соответственно, у нас пример это быть не может. И тут получается такое, знаете, двоякое состояние. Вроде бы, как говорят, мир тебе откликается, соответственно, это твоё. Вроде бы и мир откликается, и твоё, и нравится. Но тут опять сомнения возникают. А может быть, в этом отношении я кому-то не нужна. Может быть, я не несу всей пользы, которую могла бы принести. И тут, скорее всего, после 30 лет какой-то щелчок был. И как вы себе сформулировали? Сформулировала? А сформулировала, кстати, я не так давно, благодаря Елизавете Алексеевне, потому что она меня очень долго мучила и говорила, напиши. Я же человек творческий, я летаю всё время, у меня мысли полётные. И когда я поняла, что надо писать несколько слов про меня, и это вот будет всё и точка, ещё раз началось вот это вот состояние полупаники, что как это так вот, а вдруг я ещё что-то могу. И тогда миссия, она сформировалась очень просто. У меня сейчас самая главная задача, каждый день сделать так, чтобы кто-то из людей стал ещё счастливее. И какими инструментами, это уже в принципе не важно. Кстати, про инструменты мы поговорим, да? Потому что лично я вас узнала как человека, который с помощью искусства театра разрешает детям быть настоящими. Именно так меня сформулировали, когда рассказывали о чудесной Марии Владимировне, которая даёт возможность быть собой, быть настоящим, понимать себя и чувствовать. И вот тогда я уже вас нашла в социальных сетях и решила, что надо обязательно познакомиться, и обязательно надо рассказать слушателям нашей радиостанции о том, что да, есть такой человек, и есть у этого человека действительно инструменты, с помощью которых можно сделать, как вы сказали, детей, и не только детей, но и взрослых, намного счастливее. Причём это всё очень легальным способом, я бы так сказала. Поняла. Итак, как же с помощью творчества раскрыть себя, понять себя? Вы начинали с детей, да? Да, первый опыт был всё равно. Видите, у меня как получилось? У меня был процесс отказа от психологии, и я в один прекрасный момент поняла, что психология как таковая, она не несёт мне, то есть мне не хватало рычагов. И я искала в других областях. И когда вот уже с режиссурой более-менее связано стало, тогда был такой вопрос, как это соединить? Режиссёр плюс психолог, плюс ещё там этот, плюс педагог. Всё это как-то для меня сначала сумбурно очень было. А потом выстроилось? Видимо, скорее всего, это была дорога такая. И оно выстроилось в то, что вот я сейчас имею. Потому что для меня спектакль, вот этот вот процесс создания спектакля, это самое важное. Я всегда была против каких-то соревновательных процессов. И у меня всегда всё переворачивалось, когда я понимала, что надо на какой-то конкурс кого-то выставить, и кому-то оценку какую-то дадут. Вот это вот. А когда переосмысление проходит, то тогда понимаешь, что процесс создания и репетиции – это вот самое-самое важное, что есть. Ну и плюс ко всему, там, конечно, уже в каждой минуте, в каждом движении, в каждом слове в чистом виде психология. Да. Да, вот, кстати, это удивительно, потому что я начала уже делать, а голова, видимо, уже потом только поняла, что я вот так делаю. Итак, начинается всё с детей, которые приходят к вам и сами сочиняют пьесы. Да. Сами придумывают тему, сами обсуждают её, да? Вы только канва, которая даёте им возможность слышать их, видеть, принимаете и, может быть, где-то направляете, да? Да, однажды на каком-то очень серьёзном мероприятии, когда я с научной точки зрения подходила вот к этому вопросу, я же как раз защитилась по этому вопросу создания творческого продукта, мне сказали, вы являетесь педагогическим цензором. Ну, то есть понятно, что я буду направлять в рамки этики, в рамки какой-то культуры всё равно это будет, потому что в любом случае творчество, оно же не только добро несёт, оно и должно развивать, оно должно как-то возвышать, духовно расти дети должны. И, конечно, я не имею права закрывать темы, которые для них очень важны. И начинается всё с поиска темы. У каждой группы тема совершенно своя. Если мы говорим о малышах, то там, конечно, они очень коротенькие, да, и темы, как ни странно, то есть это специальный разговор, такой прям психологический разговор, мы аккуратно всё это подводим, тема дружбы, тема взаимодействия с родителями, тема общения в школе. Да, может быть, тема каких-то страхов. Страхи очень редко появляются. Они говорят, что страхи — это я посмотрю, сам подумаю, либо со мной наедине поговорю. На спектакль страхи вообще не выносит. На обсуждение не выносит, да? Нет, не выносит. И вот такая вот общая тема принимается группой, потом они придумывают, кто кем бы хотел быть. В этой истории? Да, да, да. И потом подключается как раз режиссура. Я им рассказываю, как создаётся образ. Технически по каждому моменту. Там же есть очень интересное направление. Актёрская работа над ролью. А мы не работаем над ролью, мы работаем над созданием вот чего-то нового, продукта, образа. Они это всё создают, они очень-очень-очень много думают, обсуждают все вместе. И начинаем писать тихонечко текст. Текст пишется вообще удивительно. Я сама к этому пришла, не знаю, каким образом. Мы сидим и разговариваем. То есть у нас как будто застольный период. Чтение пьесы, но мы разговариваем по ролям. И кто-то сидит и просто стенографирует, фиксирует вот эти все реплики, которые дети дают в образах. И, соответственно, придумывается вот такой интересный, удивительный, ни с чем не сравнимый сценарий, который должен быть принят всей группой. Да, они вместе делают, у них это совместный продукт получается. И потом начинаются репетиции? Потом я немножечко думаю, потому что всё равно есть задачи театральные, там же есть и конфликт, и сквозное действие. То есть это уже надо, иначе всё рассыпется. Я аккуратно смотрю, где там что выделить, и начинаются репетиции. Процесс репетиции, вживание в роль, потом выход из этой роли. Как дети всё это воспринимают? Это всё технически обучается. Потому что если бы я была только психологом, я бы стала использовать как театротерапию. Давайте поиграем во что-нибудь. А сейчас мы все выходим из образа. Но на самом деле в актёрской работе там есть исключительные технологии. И очень классно ими пользоваться. Потому что там прям чётко. С первого дня занятий актёры учат, как выходить из образа, как входить в образ, что образ — это не ты. И вот это вот состояние мне очень нравится по Чехову работать в этом направлении. И состояние, что ты создал образ, он живой, он целостный, но он как костюм висит в шкафчике, ты пришёл, порепетировал, продумал его, обсмотрел со всех сторон. И дальше ты идёшь в нормальную жизнь, нормальный человек. Не несёшь с собой ничего, не забрался без ничего. Хорошо. Дети это понимают, взрослые, разумеется, тоже. Бывают ли такие ситуации, когда ребёнок заигрался? Ему так понравилась эта роль, что он её примерив... Несколько раз такое, да, было. А тут вопрос только в том, насколько быстро я сумею это увидеть. И всё. И когда это всё выцепляешь на первичном уровне, там быстро всё это убирается. Но ведь, опять же, благодаря театру, да, мы даём возможность себе, детям, да, что сделать. Попробовать эти разные роли, и, может быть, то, что нам понравится, даже привнести в жизнь? Там, скорее, даже, знаете как, не попробовать роли. Я не буду сейчас про классический театр, я как раз про свой опыт. Скорее всего, там проживание того, что в жизни запрещал. И это так или иначе, так как мы говорим о создании, это так или иначе будет то, что моё, и то, что я, может быть, из себя скрывала очень долго. Может быть, какая-то ситуация, которая... Вот уже драматерапия такая идёт, которую я не мог в реальной жизни разрешить, а тут, благодаря тому, что созданный образ мне помог, я это всё рассмотрел как будто бы со стороны. и процесс этот, ну, как сказать, он изнутри человека делает светящимся. То есть он решает какую-то свою задачу, проблему, не знаю, там, какое-то целеполагание, может быть, даже ставит. Может быть, он мечтал всегда быть лётчиком, и ему всё окружение говорило, какой из тебя лётчик? И он, проиграв это всё, он понял, моё это или нет. Вот даже ведь так, это очень интересно. Вот всё это тоже описано, да, то есть как бы есть процессы определённые. Например, первое, что чаще всего у нас в театральные кружки приходят дети, которые очень сильно боятся вообще себя проявить, да, или наоборот, дети, которые понимают, что вот это точно моё, и сейчас-то я вот здесь буду звездой, да. То есть вы встречаете и такую категорию детей, и другую. У первых, у них уже есть природные все данные, и они прямо там себя чувствуют, как рыба в воде, да. И сложнее, наверное, та история, когда ребёнок и говорит шёпотом, и очень скромен, и боится себя предъявить. Но ведь в этом такое искусство, да, то есть когда к тебе пришёл такой ребёнок, и ты понимаешь, как с помощью твоих инструментов можно помочь ему проявиться в этот мир? Расскажи несколько историй. Было у тебя такое? Я думаю, это такой вопрос спорный, что проще. У меня, видимо, конвой идёт всегда протест против качественных детей и некачественных детей, потому что в профессиональной деятельности всё-таки есть отборы, кто прошёл, кто не прошёл этот отбор. Я всегда была против. Потому что я считаю, что каждый человек имеет право и может раскрыться на 100%. Не бывает неталантливых детей, просто надо найти, где этот талант. И если в одном ребёнок прям идёт в отказ, соответственно, в другом у него талант. У нас был один раз ребёнок занимался, вообще прирождённый костюмер. Он, все костюмы, всё-всё-всё, реквизит. То есть там видно, что вот оформление сцены. Если бы ты его поставила актёром, да? Да, ничего бы не получилось, он бы стоял. Потому что ему это не надо было. Он пришёл в театр за атмосферой как раз. Дети, которые приходят как звёзды, у них одна задача. Там одно корректируется. Потому что если я звезда, я не вижу никого. И тогда мы уже начинаем говорить о том, что мир разный, о принятии каком-то, о бережном отношении к миру. Если пришёл ребёнок, который не может даже слова сказать, мы уже с ним работаем на другом направлении. мы больше стараемся дать ему опору, разрешить внутри самого ребёнка, самому себе начать звучать. Потому что это очень важно. Он не верит в себя, соответственно, он, может быть, не реализует то, зачем он пришёл. Получается, что всё равно первый этап, любой, кто бы то ни был, сначала страшно. И вы работаете с этим страхом. Страшно. Перестать бояться. Ну, смотрите, страшно, ведь у нас везде, на каждом этапе страшно. Когда мы сидим и ничего не делаем, тогда, наверное, тоже страшно прожить свою жизнь, ничего не делая. А тут любое действие изначально. Страшно, понятно, тётя какая-то непонятная. Страшно, что на меня будут смотреть. Страшно, что я буду говорить, а вдруг я забуду. Там очень большой набор страхов. Точно так же, как в простой жизни. В общем-то, для меня театр-то, это, наверное, как раз жизнь вот эта вот, которую надо либо ярко раскрыть, либо за кулисами посидеть, побояться, подождать, и всё пройдёт. Соответственно, вот страх, он такой, в принципе, без страха ведь невозможно. Это инстинкт наш. Но если мы понимаем, откуда он берётся, если мы понимаем нашу природу, почему мы боимся. И, может быть, мы просто боимся из-за того, что мы хотим быть лучше, чем мы есть на самом деле. А мы на самом деле такое уникальное сокровище. А мы его спрятали и хотим быть как все, чтобы нам замечаний не делали. Быть удобными. Да, быть хорошими за конфетки. Вот про маленький возраст ты сказала. Там тема дружбы, да, ребята предлагают. А что подростки? Подростки, там, знаете как, тема очень интересная, она всегда про взаимоотношения, всегда какое-то вырисовывается в пьесе «Ребёнок-изгой». И они работают через понимание, почему он не такой. И вот это очень интересно, когда один против системы, система пытается его как-то изменить. Или, например, там, группа детей. Но они всегда берут уже не сказочные истории, они не берут какие-то там волшебные миры. Они сразу объявляют, мы будем делать спектакль про нас, но наш возраст будет чуть-чуть постарше, чем есть на самом деле. Желание повзрослеть, да? Тема буллинга, тема любви в подростковом возрасте бывает красной нитью в этих спектаклях? Нет, не бывает. Они относятся... Например, тема любви для них очень некомфортна. Потому что кажется, что если ты вдруг с мальчиком что-то сыграл, то, соответственно, у тебя уже должны отношения быть с этим мальчиком. Это как бы серьёзно. Ну, у нас даже актёры же бывают так, что после ролей отношения заводят. Темы вот как раз изгоев, травли, буллинга вот этого, они тоже аккуратно обходят, они хотят посмотреть почему-то изнутри, что чувствуют те и что чувствуют другие. Потому что тут не важен факт, как это делается. Там для них важно, что изначальной точкой является. И почему вдруг у одного это проявилось, а у другого это не проявляется. И вот это вот интересно, потому что действительно дети хотят докапываться. И они хотят до истории. Мы сейчас вот, например, проигрываем с детьми прямо через интернет всевозможные истории. Я им даю задания, и они импровизируют. И вы знаете, там такой потом анализ идёт. Там прям структуру, сущность всё выявляют, первичные мотивы. Ну, это, конечно, у меня слова такие серьёзные. Но мне очень радует, что они на эмоциональном уровне начинают понимать вот эту вот боль. То есть для нас это сложные слова. А когда ты разговариваешь с детьми, то ты просто говоришь, да, что ты чувствуешь в это время, да? Какие слова у тебя рождались в этот момент, да? Дети пытаются включать, да, вот этот процесс анализа. Да, они, когда они понимают, что безопасно говорить своё мнение, тут тоже вопрос такой безопасности, да, безопасно говорить своё мнение, они захлёб начинают рассказывать. Они начинают выражаться вот тем языком, который для них доступен, но он намного ярче, чем наш. Потому что у нас уже язык шаблонированный, мы знаем, что как называется. А когда мы не знаем каких-то серьёзных понятий, мы используем всё, что идёт от души. Вот это здорово, когда идёт от души, когда через эмоциональные вот описания какие-то идёт. Ну вот в работу вашего театра внесли коррективы сейчас вот эта ситуация, да, когда нельзя было собираться большими коллективами, репетировать, и вы потихоньку ушли в онлайн-формат. Да. Есть ли отличия? Что говорят дети сами по этому поводу? Ну, смотрите, есть, конечно, есть отличия, но на данный момент я вижу, что если ребёнок со мной занимается, по большому счёту он получает даже больше. Я могу сейчас работать с погружением в картинки, я могу работать с погружением в персонажи. Мы же по связи в видео работаем, и, соответственно, они создают такие образы, на которые времени не хватило бы. У нас было 40 минут, а тут за эти 40 минут почему-то мы успеваем в два раза больше. Мне нравится это. Мне нравится, что ребёнок находят в ситуации комфорта. Мне нравится, что у нас договорённость с родителями, что мы занимаемся нам, не мешать, мы серьёзными делами занимаемся. Мне нравится делать для них такие интересные задания, то есть чтобы включить родителя, чтобы родители тоже понимали, что вот это соучастие какое-то небольшое, я им иногда даю задание на сплочение. Совместное, да, чтобы взаимодействие было. Например, было недавно задание узнать, какого цвета сапфир. И у вас была одна минута. Естественно, интернетом не успеть. Бегом на кухне. И вот в этом отношении мне нравится. Конечно, мы не можем сейчас говорить о спектаклях, которые там 40 минут идёт, надо репетировать на показ. Но я думаю, что это просто временное явление. Я думаю, что когда это надо будет, это всё будет. Я склонна доверять пространству. Вселенной. Оно дано вот так. Маша, скажите, пожалуйста, не только с детьми и подростками работаете, но и со взрослыми. Чем же отличается работа со взрослыми от работы с детьми? Возрастом. И всё? Мне да. Мне вообще с людьми классно. И для меня нет ребёнка, взрослого, потому что для меня есть человек уникальный. И когда, я не знаю, где-то внутри, наверное, эта подстройка есть, когда я понимаю человека, когда я чувствую, что он хотел бы, у меня нет вообще ограничений. То есть у меня все девочки, мальчики, леди и джентльмены. Соответственно, мужчины и женщины у меня тоже точно такие же. И большой разницы я, честно, не вижу. Понимаю. Тогда, скажите, вот если, например, дети, они идут за определёнными навыками, очень многие, да, за эмоциями, за возможностью узнать себя настоящего, то что толкает взрослых заниматься театром, таким вот психологическим театром, да, в возрасте, например, 20+, там, 30+. Ну, давайте начнём с того, что дети-то не за этим идут. Это родители их приводят за этим. Ну, мы с вами понимаем прекрасно. Дети-то на самом деле, они ищут людей, которые в них поверят. Они ищут человека, который скажет, что ты сокровище. Дети ищут вот этого... Проводника? Да, тепла, тепла какого-то. И они хотят, чтобы в них кто-то поверил. И проверки устраивают очень мощное. В принципе, когда мы говорим о взрослых, мотивация-то почти такая же. Нам ведь всем тепла не хватает. И вот этот страх быть критикованным, страх осуждения какого-то, страх ещё чего-то. И тогда мы начинаем искать. Самопоиск начинается с того, что мы понимаем, что нам некомфортно. Где-то внутри что-то в этом теле некомфортно. И мы начинаем какой-то ответ искать. Ответ этот сумбурный, как будто в мешке находится. Куда идти, что делать вообще, кто я? Кто-то ударяется в психологические тесты проходить, понять хотя бы, какое у меня направление. А кто-то идёт вот через театр, например, себя узнавать. Потому что для многих это такая прям зона дискомфорта получается. Потому что привычка одна. И тут я как будто бы опять же в детство ухожу. В детстве игра-то, она же сама по себе игра ведущая. А тут надо снова в детство. И я считаю, что театр как раз, когда в детство-то нас уводит, он дверь настоящему открывает, что человек настоящий, то в любом случае как-то проявляться начинает. Ну, сложно. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о том, как с помощью творчества, с помощью театра в данном случае, можно понять, раскрыть себя, найти себя, ну и начинать жить прямо такой жизненаполненной. Маша, спасибо большое. В гостях у меня была сегодня Мария Владимирова, кандидат педагогических наук, режиссёр и театральный педагог. Желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч. Спасибо вам тоже. Это была программа «Практическая психология». Всем любви, счастья и понимания. Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова